как вы относитесь вот с таким сервисом которые они по-моему даже из америки как-то некоторые рекламируются некоторые там внутри страны они говорят вот заполни формочку и мы будем на тебя каждый год подавать и даже это тебе и не стоит как бы ничего а если выиграет то ты тогда нам заплатишь там я не знаю три тысячи это очень хорошая такая утка мне кажется можно было бы нам распространить кто-то выиграл говорят что у меня у нас к примеру я вам говорю у меня есть свой человек надо заплатить ему опять же в случае выигрыша в розыгрыше гран-карты он там изнутри посадить да 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 была сумма два по-моему года назад мне об этом рассказывали и кто-то очень сильно хотел сумма была 7000 долларов я говорю за что за вот этот вот якобы помощь мы вам ничего не обещаем если это случится тогда вы заплатите но мы попробуем но кто заполняет форму форму можешь заполнять ты сам как ну нет какие то есть люди через определенных опять же каких-то людей целая цепочка вот им отдаешь как бы свою информацию не заполнять из этого ничего не платишь но если ты выиграл то ты обязан им сплатить ну да а на форумах уже ты можешь прочитать как когда ты выиграл обойти этих людей и не заплатив таких людей нет таких людей нет но кто может посодействовать это же смешно просто за 7000 долларов нет но они могут заполнять за тебя просто нет но они могут мне просто есть игры такой широт мошенничества когда я могла бы тоже я могу распространить эту утку и кто-то выиграл например из моих знакомых да и он мне просто принесет а даст 6000 долларов или 7 тоже же неплохо я ничего не делал мне пару дней назад рассказывали что вот там кто-то в сан-диего говорит что он там знает людей которые в сервис-центре и гарантировать они не могут но но они могут как бы увеличить шансы тем что переложит из одной папки в другую и шансов будет больше и берут они деньги только если это произошло вот тоже самое улучшенная версия чуть-чуть ну что же я думаю что когда люди что называется desperate да когда им приспичило и они совершают нелогичные поступки надо включать мозги как-то я еще хочу порекомендовать очень многим поменьше читать не то что там форумы форум на форумах можно найти очень хорошую информацию но надо все-таки как-то фильтровать информацию каждого человека на форуме есть своя история информация очень разрозненная человек который например читает только форума не читать какие-то ресурсы информацию например сайта консульства о том как получить визу какие документы с каких-то официальных ресурсов а слушает людей я вот рекомендую просто меньше слушать кого-то какие-то совет лучше обратиться может быть даже к таким вот с каким-то специалистом в интернете к одному второму третьего четвертого прослушать и выбрать для себя что-то но тут есть копалка в концах то есть government источники они не покрывают сто процентов того что в жизни происходит поэтому форумы они интересны именно как вот практическая сторона вот этой теории потому что если мы с вами пойдем как мы говорили про визу джейван читать нет возрастных ограничений а на практике выясняется что есть поэтому форумы в этом смысле интересны или там вот допустим я помню там какая-то я не вчитывался но там в московском посольстве сша там какая-то розовая кофточка там как это женщина отказывает ну или наоборот там берет или там у всех забирает но она вот какая-то была история с розовой кофточкой там говорят вот там заходишь на 4 окошко или например у нас вот когда получал визу наш юра значит он получил ее в киеве только потому что там он пошел не свое окно потому что то окно в которое должен был идти там отказывали всем а был еще одно окно одно из нескольких где всем давали и он просто какое-то там трепыхание такое совершил увидев это что как-то попал вот туда вместо своего окошка и получил эту визу то есть вот я такие истории слышу нет я имею ввиду естественно не то что там брать либо всю информацию с форумов либо не брать информацию что надо фильтровать и надо читать полностью надо брать две стороны официальные источники форумы но опять же говорю в этим есть такой закон что биологическая система стремится к минимуму затраченной энергии на достижение цели например вот если лев гонится за стадом антилоп лев не говорит я сейчас вожака отловлю и скушу он берет ближайшего ну кто там сзади и вот его искать съел количество калорий тоже а затраты меньше поэтому ребенок если ему все давать например да он никогда не начнет сам ничего делать за ленивым и не не мотивированным а когда его надо за что-то бороться он растет значит приспособленным и так далее поэтому что получается люди пытаются оптимизировать расход энергии они говорят но должен быть простой путь это и есть то когда он влетает как только он начинает верить что есть простой путь в этот момент находятся люди которые битва строить дешевле вот но я же знал что есть простой путь этой сценой может быть это со сроками это может быть с реальностью и нереальностью меня все время за жулька принимает потому что когда они вот слышат что-то за три месяца можно там что-то инженерную профессию нет но это же явный лоб развод но также не может быть как же можно за три месяца нет ну правда я я я понимаю что поверить в это невозможно если ты сам этого не видел и не знаешь кого-то кто это прошел ну как такое может быть ну ну действительно ерунда как поэтому ну да но люди ищут простые пути нет ну это нормально так и должно быть зачем же искать сложные это как у нас было помните иван который летел летел два года назад да ты выбрал уж такой сложный путь и бедный так долго добираться хотя бы могли бы просто встретить его в аэропорту а я не помню куда он добирался он прилетел через нью-йорк полетел а зачем я не знаю ему хотелось на приключения по дороге так и что он получил в полном объеме это вань который сейчас вот тут у нас ну иван его года назад два с половиной года назад донской казак который летел и когда должен был прилетать вы же обычно всех встречаетесь летят сюда да он же не сообщил что он прилетает он сказал я сам все делаю и сам купил билеты полетел через нью-йорк в нью-йорк прилетела билета до сан-франциск кого не было а здесь же в америке нельзя как в россии он видимо думал что также в аэропорту есть касса который подошел и тебе там билет далее здесь же этого как бы не ну и в нью-йорке в аэропорту будучи первый раз в америке найти какой нибудь кассу все онлайн в аэропорту кассы и ты не найдешь но он прилетел бедный я не знаю как он там уж массы билет до околанда и он прилетел в окленд и он мне до отлета я пыталась я от него добивалась иван скажите мне когда вы прилетаете михаил вас встретит на машинах хорошая вас привезут и он мне не писал а потом он мне будучи уже в окленде пишет татьяна А в чём смысл был этого действия? Так вот, я говорю, смысла нет. Это о лёгком пути, о сложном. Вот он выбрал себе зачем-то сложный путь. Хотя нормальный человек, как говорится, должен добрать лёгкий. Слава богу, что всё хорошо закончилось. Ну, приключения. Просто есть люди, которые любят приключения и не ищут лёгких путей, как говорится. Вот он зато прошёл весь сам путь и теперь знает, наверное, как добраться с самого первого времени. Давайте мы вот что, знаете что, раз вы всё-таки с учебными программами работаете, правда, я знаю, что у вас большой кусок вашего бизнеса, это люди, которые учатся, приезжают. Какие есть фундаментальные, принципиальные ошибки, которые совершают люди, которые хотели бы поехать в США на учёбу? Вот есть какие-то грубые вещи, которых надо избегать категорически? Ну, грубые вещи, если человек абсолютно не имеет никакой работы, никакого дохода и веской причины для изучения английского языка, то Витя будет отказываться. А что за причина изучения языка веская? Например, связанная с работой, наша компания, например, развивается на рынке и заключает новые контракты, договоры с иностранными партнёрами и для ведения переговоров мне необходимо в короткий срок выучить английский язык, подтянуть. То есть им не скажешь, а что ты в Англии удержаешь? В Англии дорого, когда я делал исследование, например, в интернете и смотрел, какую страну мне выбросить носителями языка, то Америка – это очень недорогое обучение, плюс безопасно. А в Англии дорого. Но это дорого. Европа вся дорогая, очень дорого. В Канаде, например, стоимость языковой школы 300 долларов в неделю, у нас 300 долларов в месяц здесь. Поэтому, естественно, это не сразумевает. Это самая дешёвенькая. Да, да, самая дешёвая, ну это средняя по цене 400-500 в месяц, это в Америке. А вы же там учились сами, правда? Да. Но с точки зрения учебного процесса и качества процесса, то есть там действительно научаешься? Я училась и в дорогой школе за 1500 долларов, потом училась в дешёвой за 299, когда ещё была цена. Качество одинаковое, работают те же самые учителя, которые работали в дорогой школе, потом она пришла в эту школу. То есть у них маркетинг отличается? Учителей тоже определённое количество, которые преподают и имеют уже дипломы, сертификаты для преподавания. Поэтому, естественно, они курируют. А может быть студентов меньше в группе или что? Там, где дорогое. Нет, студентов много также. Просто у недорогих частных школ у них плохой маркетинг, возможно. Они не выходят на такой вот уровень рекламы, как большие школы, цепочки себе позволяют. Потому что крупная школа, это же не одна школа, их целая цепочка по миру. Ну вот давайте, давайте вот ваш вариант возьмём. Вот эта школа, она в Сан-Франциско, она стоит там 300 долларов в месяц. 400. Вот 400. Да. За учёбу. Да. И там нужно реально 20 часов в неделю отсидеть. Ну, 18. 18. Задание домашнее есть или просто ходишь и всё? Ну, задание домашнее есть, но выполнять их там уже не обязательно. Я просто к чему говорю? Ну, вот люди едут и говорят, вот там 300 долларов, там 400 долларов в месяц я потяну. Ну, есть ещё жильё. Вот ребята, которые там, вот приехали неизвестно откуда. Вот им сколько жильё стоит так бюджетненько? Ну, я селю в резиденция, 500 долларов в месяц, трёхместное размещение. Что это такое? Резиденция, хостел, общежитие. Так, хостел. Ну, да. Сколько 500 долларов в месяц? Вот 500 долларов в месяц, 495. Так. Это трёхместный номер. Это как у нас, например, за 1500 снять квартиру. Квартиру. То есть, в хостел не будет одна комната с тремя? Это одна комната с тремя кроватями. Там есть стол, холодильник, микроволновка, ванная комната, туалет, душ. И вот это 500 долларов? Это стоит 500 на человек. Хорошо. Итак, 400 я учусь, 500 я за жильё. Покушать тоже надо? Да. Ну, сколько будет? Там 200-300 на человек? Ну, 200-300, да. Хорошо, значит, 1200 я потратил. Страховку надо? Желательно. Ну, в Сан-Франциско, и кто едет в Сан-Франциско, есть бесплатная страховка. Которую можно сделать для тех, у кого нет дохода. Ну, иностранные студенты квалифицируются? Да. Но надо только иметь местное удостоверение личности, либо студенческое ID, где будет указано адрес, что ты живёшь в Сан-Франциско. Адрес, всё. Ну, ты даёшь им ID там? Да, в школе можно оформить. Хорошо. А если, например, платить за страховку, сколько стоит адекватная страховка? По-разному, если минимальное покрытие от 70-80 долларов в месяц. Ну, хорошо, ещё столик. То есть, в принципе, 1200-1300 долларов покрывает минимально необходимый расход. Да. Человек едет, особенно молодой, а пустят молодого, 19-летнего пустят? Отпускают. Хорошо. То есть, визу дадут? Да. Итак, приехал молодой. 1200 долларов, 1300 в Индополож. И он думает, я полдня буду учиться, а полдня пойду подрабатывать. Значит, первое. Легитимно. Вот есть какие-то пути, чтобы студент языковой школы мог иметь право подрабатывать? Нет. Такого нет? Нет. В некоторых школах есть трудоустройство на кампусе, это означает, в самой школе они могут где-то работать в офисе, помогать. Но там намного дороже школы стоить будет? Нет, в Лос-Анджелесе есть школа, она недорогая, 4800 долларов на год вперед, например, если оплачиваешь. Ага, 4800 долларов. Да, неплохо. Да. Там они разрешают работать на кампусе, но определенные требования есть. Если у тебя хороший английский язык, не ниже 5-6 уровня, это уже считается продвинутый. Естественно, желающих много, как бы есть определенная очередь. Ну, то есть это не факт, что ты... Не факт, но шанс есть с официальным оформлением и social security оформляют. Хорошо. Итак, вот человек, он думает, пойду подработаю. То есть мы поняли, что легально он не может. Не может. Нелегально он, как бы, с одной технически он подвергается некоторому риску, практически мы понимаем, что он никому нафиг не нужен там им заниматься. И что он может делать в этот студент? Сколько он может заработать? Ну, опять же, по-разному. Например, у меня был один парень, который работал на выходных, где-то помогал кому-то строить дом на озере, да, и он зарабатывал 200 долларов вот за эти выходные. Ему платили. Немного. Немного, немного. А как он добирался? Ну, это только выходные. Он его забирал, этот человек. Он его забирал в Сан-Франциско, увозил туда. Но это вот молодой человек, который попутно он искал еще другую работу. Ну, хорошо, а девочка, например, что может... Девочки работают, многие официантками, очень многие работают в каких-нибудь кафе, там что-то делать, с сэндвичей. Ну, да, в зависимости, опять же, от ресторана, но как бы, да. Многие работают в пиццерии, вот, ну, все только быстрого питания какие-то. Есть какой-то в Сан-Франциско, русский содержит кафе, называется «Мэйфлаур», где-то на Юнианской АРУ, но постоянно берет русских нелегально, пожалуйста, за наличные, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова